Всем привет, друзья! Очень рада, что вы заглянули ко мне в гости на канал. И сегодня мы с вами разберем заказик из Фаберлик. Я не спешила снимать распаковку его, потому что хотела протестировать, проверить на себе эти новиночки, чтобы вам рассказать, что мне в них понравилось, а что нет. Вот такая у меня здоровенная коробочка. Все, естественно, обратно собрала. Ну и давайте вам обо всем по порядку расскажу. Если вы смотрите обзоры Фаберлика постоянно, то, я думаю, заметили мою любовь к коллекции гелей для душа от этой компании. И я решила еще заказать несколько летних ароматов. Правда, называется весенняя коллекция Spring Beauty, но ничего страшного, для лета тоже идеально подойдет. Это гель для душа с ароматом ландыша. Я вам уже рассказывала, что этот гель пахнет туалетной водой. Ландыш из серии Цветы России. Помните, в 90-х годах такие были популярны. И мне очень сильно понравился этот аромат. Классно на коже и, знаете, придает чувство свежести. А еще заказала гель новиночку с пионом, и он тоже пахнет классно. Это настолько легкий, нежный, приятный аромат. И сейчас как раз период цветения пионов. И очень здорово, когда ты идешь мимо какой-то клумбы, либо в парке, цветут пионы, и ты от себя ощущаешь вот этот легкий аромат пиона. Ну, классно. Мне понравилась вот эта коллекция у Фаберлик. Ну, очень шикарная. Всегда берут, да тем более, что гель для душа стоит очень бюджетно. И еще один гель, но, правда, сейчас на жару его использовать не так часто хочется. Потому что это крем-гель с ароматом ванильное лакомство. И я его отношу к разряду, знаете, все-таки теплых ароматов для более прохладной погоды. Потому что именно такие ароматы как-то придают чувство уюта. Но сам аромат мне нравится. Так что вот этот пузырючек будет ждать своего часа, когда чуть-чуть хотя бы станет попрохладнее. Недавно у Фаберлик появилась новая коллекция. Называется она Вербена. Вот таким образом выглядят флакончики. Из этой коллекции я пока решила попробовать мицеллярную воду для снятия макияжа и очищающий тоник. Он универсальный, подходит для всех типов кожи. Написано, что работает против семи возрастных изменений. Бережно удаляет макияж с лица. Глаз, губ тонизирует и освежает кожу. Ну и тут, в принципе, заявленные средства точно такие же. Мицеллярная вода мне понравилась. Для меня главный критерий в мицеллярной воде, чтобы она могла снять мой макияж. А это выраженные стрелки, а также тушь. Порой тушь у меня даже бывает водостойкая. Но вот эта мицеллярочка с этой задачей справляется хорошо. Единственное, что флакончик маленький, 100 миллилитров, зато, в принципе, удобно брать куда-нибудь в поездку. Ну а после очищения лица дополнительно очистить, как говорится, снять остатки макияжа, помогает тоник. Вообще, в комплексе вот эти два средства работают идеально. И мне понравилось, что вот этот тоник, вы знаете, бывают такие тоненькие, они больше похожи на сыворотку. И они слегка утяжеляют кожу, ну они питают, но у меня на моей коже складывается ощущение утяжеления. То вот этот тоник, он все-таки сохраняет вот это чувство легкости и свежести на лице. Поэтому две вот этих малышки мне, правда, понравились. Еще одна косметическая новинка – это маска для интенсивного увлажнения волос. Это серия Поберлик Эксперта. Мне нравится эта серия. Я вам рассказывала, я покупала шампуни, бальзамы, спреи, мисты, сыворотки. Да чего я только не покупала из этой коллекции для волос. Но вот такую баночку я еще не пробовала. Эта маска с технологией глубокой гидрации возвращает волосам мягкость, блеск, упругость. И не бывает чувства утяжеления. Я уже успела ее опробовать, конечно же. Я наносила не на всю длину волос. Я никогда не наношу маски на кожу головы, если они не нацелены на питание корней. Я наносила только на кончики. И мне эффект понравился действительно. Волосы стали вроде бы как живые. Продолжу пользоваться этой маской. Но свой окончательный вертик, как всегда, я вынесу в видео формата пустые баночки. Если вдруг такие видео еще не смотрите, советую присмотреться. Потому что там отзывы бывают более, скажем, полноценны. Так как уже какой-то товар, косметический продукт использован до конца. И есть уже полное представление о его действии. Что? Открыть? Я не могу открыть. Ну, что ты не можешь открыть? Я не могу открыть. Ножа. И я тебе надо. Я же не могу суть. Носи, ребят. Следующая вещь, которая мне очень сильно понравилась. Это миста из серии Dream Therapy. В предыдущем обзоре я вам показывала гель масла для душа. Эта серия направлена на прием и уход за телом именно перед сном. Расслабляет. Позволяет быстро заснуть. Вот крем-масло мне понравился очень сильно. Приятный аромат. Классное воздействие на кожу. И решила еще из этой серии попробовать как раз и мист. Мист – это обычная сыворотка. То есть, спрей-сыворотка. Ты побрызгал и все ложишься. Но как же мне нравится аромат. Аромат похож на мужскую туалетную воду. То есть, вот такие нотки есть. И я это очень сильно люблю. Мне нравятся ароматы мужской туалетной воды. И мист, правда, вот после душа, особенно вот сейчас в жару, вот таким мистом брызгаешься, наносишь на себя. Вот легкое чувство свежести, оно вот есть. И вообще классная линейка. Буду продолжать еще что-нибудь пробовать. Но пока вот эти два продукта меня очень сильно порадовали. Далее, две баночки – это БАДы. Взяла баночку для очищения. Называется Гидрейн. Это, скажем так, легкая мочегоночка, которая выводит лишнюю жидкость, убирает отеки. Тут главный действующий компонент – экстракт петрушки. А вы знаете, что петрушка хорошо снимает отеки. Поэтому, да, вот начала уже пить. Да, легкий эффект. И есть, по крайней мере, мешочек под глазами становится намного меньше. И другой БАД называется Лес Вит. Это, кажется, контроль для поддержания фигуры. Пока его еще не начала принимать. Тут у нас в составе экстракт плодов горцини, комбанджийской, пикамелат хрома. Кстати, пикамелат хрома убивает тягость к сладкому. Ну, да и все. В принципе, дальше такие, скажем, связывающие компоненты. Но про эти баночки я также потом в пустышках расскажу. Потому что пока еще толком, ну, я начала принимать, но еще полностью, как говорится, не добила. Еще одна новинка из серии ухода за волосами. Это серия Эксперт. Крем для четкости контура завитка. Гибкая фиксация. Но у меня, естественно, волосы не волнистые. Но я решила взять этот тюбик на пробу. Для того, чтобы, знаете, попробовать создать эффект пляжной укладки. Вот так на влажные волосы наносишь. Пожамкал, пожамкал, и они вроде бы вот такие, как после выхода из моря, когда чуть-чуть волна, и вот их солнцем подсушило. Я попробовала такой способ, но вот пока что-то я с этим кремом не подружилась. Потому что у меня такое ощущение, что волосы становятся липкие. Возможно, что я делаю что-то неправильно. Пока я не буду не рубить этот крем, то есть не буду говорить, что он плохой. Я еще потренируюсь и потом вам расскажу, как же все-таки, что я придумала с ним делать. Еще одна новиночка – это палетка Тени. Да, она там не совсем бюджетная, но мне понравились оттенки. Там, кстати, была и другая палетка. В чем еще фишка этой палетки, что она матовая. Все оттенки матовые и прекрасно подходят для дневного макияжа. Сейчас она уже, конечно, выглядит не совсем презентабельно, потому что я уже успела опробовать. И я люблю говорить про какие-то товары, когда уже, да, я их опробовала. А не так просто, что я купила вот это такого цвета или там что-то. Я люблю уже более-менее основательно. Мне палетка понравилась. Можно делать разные макияжи. Единственное, что я бы советовала использовать базу под тени. Потому что все-таки легкое осыпание есть. А вот когда используешь базу, они более крепко ложатся на тени. Еще один неудобный момент – это то, что тут нет кисточки. Вот хотелось, чтобы была кисточка, и тогда бы палетка была вообще шикарная. Вердикт мне понравилось. Буду продолжать пользоваться. Но вот только, да, только с базой под тени. И еще одна новинка, которую я еще толком не успела опробовать – это чай. Соблазнилась я на этот чай из коллекции «Не чаю» в «Фэмили Клаб». Это чай с ломтиками ананаса, кокосом и семенами чая. Еще не пробовала? Пойдемте заварим, попробуем и решим, как он вкусный или нет. Друзья, при заказе чая я думала, честно говоря, что он пакетированный. Не совсем внимательно обратила и прочитала про его описание. Чай рассыпной. Много внутри имеется фруктов. Это сушеные кусочки ананаса, кокосовая стружка. И когда открываешь упаковку, сразу в нос бьет именно насыщенный кокосовый аромат, как я и люблю. По завариванию я примерно насыпала чайную ложку, может, чуть побольше залила кипятком. По вкусу он оказался неплох. Да, чувствуются нотки кокоса. Также присутствует сладость за счет наличия кусочков ананаса. В принципе, мне понравился. Не на постоянку, но иногда чем-то вкусненьким себя побаловать точно хочется. Ну что, друзья, вот подошло это видео к концу. Надеюсь, что оно было для вас интересным и полезным. Если это так, поддерживайте пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. А если у вас есть какие-то рекомендашки по поводу средств от Фаберлик, также пишите внизу в комментариях. Кто-то пришел. Соня, красотка, да? Пишите внизу в комментариях. Мне всегда приятно, когда вы мне что-то советуете. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok